Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития животноводческой и садоводческой отраслей. С учетом важного значения указанных сфер для развития отечественного сельского хозяйства, за последние два года были организованы Государственный комитет ветеринарий и развития животноводства, Центр Чарванасэл, агентство по развитию садоводства и виноградарства. На совещании обсуждена проделанная в животноводческой отрасли работа и планы на перспективу. В 2019 году в рамках программы «Каждая семья предприниматель» на развитие животноводства было выделено 1 млрд 603 млрд сумм, на птицеводство – 332 млрд сумм льготных кредитов. В результате поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 550 тысяч голов, птицы – на 6 млн 130 тысяч. Для обеспечения населения доступной мясной и молочной продукции проводится недостаточная работа, отмечалось на совещании. Рассмотрены вопросы налаживания бесперебойного снабжения кормовой продукции, что сегодня является актуальной проблемой отрасли. Сегодня потребность в корме и животноводстве обеспечивается лишь на 30-35%. В птицеводстве потребность на 85% покрывается за счет импорта. Отмечалось, что сегодня разработаны 486 проектов по разведению 182 тысяч голов скота на сенокосных угодьях и лугах площадью в 1 млн гектаров в Тахтокупырском, Кунградском, Кигейлиском и Муинакском районах Каракалпакстана. Ответственным лицам поручено ускорить работу по организации в 2019-2021 годах 280 животноводческих комплексов и 260 молочных предприятий, рассчитанных на содержание 350 голов скота каждый. Для достижения высокой продуктивности в животноводстве необходимо прежде всего уделить особое внимание племенному делу. В связи с этим, Министерство финансов, Министерство экономики и промышленности поручено разработать на основе зарубежного опыта механизм субсидирования расходов в сфере в целях развития племенного дела и снижения стоимости продукции. На совещании обсуждены и вопросы садоводческой сферы. Отмечалось, что за 9 месяцев текущего года экспорт плода овощной продукции достиг почти 1 млрд долларов. Указано на наличие незадейственных возможностей для дальнейшего повышения этого показателя за счет эффективного использования пустующих земель и выращивания востребованных сортов. Президент отметил, что работа в этом направлении все еще не отвечает требованиям. В частности, изучение показало, что в Кибрайском и Ташкентском районах устарели или имеют низкую рентабельность 912 гектаров или 20% садов, 164 гектара или 13% виноградников. Кроме того, выявлено 1400 гектаров неиспользуемых багарных земель, а также 4040 гектаров земель, на которых выращивается зерно. Действующие в указанных районах 19 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции работают в половину мощности. В связи с этим, во всех 55 специализированных на плодо-овощеводстве районах будет внедрена абсолютно новая система. Так, в этих районах будут организованы кооперативы с участием экспортеров, поставляющих свою продукцию за рубеж под своим товарным знаком, а также перерабатывающих предприятий. Размещение культур будет осуществляться на основе предложений кооперативов. Они будут содействовать поставкам саженцев для садов и виноградников, оказывать помощь в повышении урожайности. Вместе с тем, поставлена задача открыть в каждом специализирующемся на садоводстве районе учебные центры для обучения агротехники. Министерству финансов и Министерству сельского хозяйства поручено разработать конкретные практические предложения по внедрению новой системы и финансированию кооперативов. Конечной целью реализации поставленных на совещание задач является доведение объемов экспорта плодо-овощной продукции до 5 миллиардов долларов в год. По обсужденным на совещании вопросам заслушана информация ответственных лиц и определены приоритетные задачи на перспективу.